Сразу несколько акций добра проходит в Хабаровске накануне Нового года. Одну из них организовал городской молодежный центр. Хабаровчанам предлагают исполнить желание ребенка из многодетной семьи или семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Эти дети мечтают о самых обычных вещах – новые игрушки, книгах, одежде. Как просто стать волшебником в репортаже наших корреспондентов. Она просит, чтобы все были здоровы и чтобы поскорее прошел коронавирус. У Деда Мороза девятилетняя Настя попросила подарок к Новому году для себя – набор для бисероплетения и здоровья для всех людей в мире. Подобные письма в рамках акции «Растопи льдинку в сердце» пишут школьники из многодетных семей и тех, что оказались в сложной жизненной ситуации. Эти дети не мечтают о чем-то сверхъестественном, поэтому выполнить желание совсем несложно. Девочка хотела книгу, подарили. Различные настольные игры были. Елена Потапова вместе с мужем присоединилась к акции еще пять лет назад. А вскоре и коллеги по работе решили перевоплощаться в Деда Мороза. Теперь они ежегодно приносят подарки в городской молодежный центр. Он является организатором акции «Добра» в Хабаровске. Сюда же приходят и письма от детей. Девочка, ей лет пять было, она попросила для себя варежки и вкусняшки для собаки. Это было вообще настолько трогательно. То есть ты понимаешь, что даже дети в такой непростой ситуации, они имеют оброе сердце и помнят еще о ком, о своих четверногих друзьях. В этом году чаще всего просят спортивный инвентарь, коньки и мячи, также материалы для творчества и книги. Акция проходит уже 14 лет. За это время удалось исполнить желание полутора тысяч детей. Были присланы подарки из Владивостока, Санкт-Петербурга. То есть многие неравнодушные люди узнавали об акции через социальные сети и в ней участвовали. Подарки от Деда Мороза дети получат 27 декабря. Праздник для них устроят на одном из жилмассивов Краевого центра. Марина Нестерович, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова